В 1936 году на экраны вышел фильм «Семеро смелых» режиссёра Сергея Герасимова. Роль полярного врача Жени Ахрименко сыграла мало кому тогда известная актриса Тамара Макарова. Мужественная, выливая, женственная и очень правильная Женя с предельной достоверности была сыграна этой молодой актрисой. Нет, пожалуй, даже не сыграна, она просто была такой же. Тамара Макарова всегда играла себя. Достаточно вспомнить её роль, где она всегда играла цельных, честных, умных, добрых и всё понимающих женщин. Её героини лечили, строили, учили, завоёвывали и покоряли. А Тамара Макарова жила их жизнью, была одной из них. Тамара Фёдоровна преподает, она профессор в ГИКО. Вместе с Сергеем Герасимовым она воспитала несколько поколений актёров и режиссёров. И ещё она очень красива. Тогда и до сих пор. Тамара Фёдоровна, как вы живёте сейчас, скажите, пожалуйста. Вы знаете, я должна сказать, что я живу хорошо, потому что я действую. И это значит, я живу. Я не отсиживаюсь. Вы сейчас преподаваете во внуки. Да, я продолжаю преподавать. И я не даю себе повода, как-то, понимаете ли, оглядываться на прошлое и жаловаться на судьбу. Я этого не умею делать. Ну, приходится оглядываться на прошлое? Ну, если мне хочется что-нибудь хорошее вспомнить. Я стараюсь вспоминать только хорошее и доброе. А вы с какого года работаете во ВГИКе? Во ВГИКе я работаю с 44-го года. Слушайте, и всё время с Сергеем Полинаричем? Нет, нет. Меня пригласил Лев Владимирович Кулешов. Я ему всегда благодарна за это, потому что он дал мне повод продолжать мою жизнь в каком-то новом качестве. И я работала в двух мастерских у Кулешова. Но главным образом, конечно, я работала с Сергеем Полинаричем большее своё время. До последних дней. Ну, эта работа действительно занимает у вас достаточно большую часть жизни. К счастью, да. К счастью. К счастью занимает много времени, потому что я не живу только своей мастерской и только делами тех студентов, с которыми я должна встречаться. Но всё, что принадлежит институту как организму, со всеми его бедами, радостями, всё это меня, естественно, касается, потому что очень много лет отдано этому. Ну, а есть ли у вас роль вот в тех годах, роль, к которой вы мысленно возвращаетесь? Вы знаете, я думаю, что если вспоминать вот роли прежних лет, то преимущество моего поколения в том, что мы жили вместе со временем, понимаете? Мы выражали как бы своё время. И героини, которых мне приходилось играть, они непосредственно как-то сливались с жизнью. И я всегда себя чувствовала знакомой всем, всем людям, понимаете? Мне приходилось, когда я шла, мне не нужно было делать вид, что я артистка. Ко мне подходили и разговаривали со мной как с тем человеком, которого в большей степени мне удалось выразить, так сказать, или в меньшей степени. Но человек, который рядом со мной существовал. То есть было такое братство, в общем-то, да? Это было абсолютное единение, скажем, Комсомольск. Мы жили тогда интересами этого строящегося города, этим пафосом, понимаете ли? Это всё захватывало. Мы же были такого же возраста, одного и того же возраста. Вы ощущали в те годы вот то, о чём сейчас мы пишем, о сталинизме, о сталинщине, о терроре? Это тоже очень сложный вопрос и очень большой, как вы сами догадываетесь. Потому что, скажем, в моей семье репрессированные были и со стороны моей семьи, и со стороны мужа. И вместе с тем, когда это происходило, мы старались понять почему, но никогда не думали, что это так злонамеренно всё было, понимаете? Вот вы говорите, что вы жили действительно единением каким-то, но в этом же единении происходили дела, события страшные. В тот момент мы не могли отдать этому отчёт в той степени, в какой вы сейчас, уже ваше поколение и поколение более молодое, на основании уже вскрытия всех исторических документов, может сделать какие-то выводы, понимаете? Потому что когда мы жили в это время, я вам говорю, у меня вот сестру выслали, у меня отца арестовали, у Сергея Полинарича сестра уехала, брат уехал. Это же всё было тут же с нами рядом, и мы же не могли это никак-то не прочувствовать и не пережить. Но вместе с тем, понимаете, мы верили в то, что это, вероятно, какое-то недоразумение. Мы до последнего момента полагали, что это какие-то злые силы, нематериализованные в той степени, в какой теперь нам они стали очевидны после 20-го съезда. Скажите, вы дружили с кем-то из актрис, ну, таких вашего поколения, вашего возраста? Да, с Орловой, в частности. Мы были в очень нежных, я бы сказала, отношениях. И с Александром, конечно, да. Мы часто встречались. Что было больше всего вам симпатизировало в Орловой? Я понимаю, там есть какие-то сугубо глубоковые... Она была очаровательна. Она была очаровательна непосредственно, очень искренна, естественна, и хороша собой, и талантлива. Все в ней сочеталось. И вот это все вместе производило такое, по-нибудь, впечатление, такое ореол. А аура такая была вокруг нее. Она была невероятно оптимистична. Я ее не видела в дурном настроении. И удивительная работоспособность у человека. Она так трудилась. Это, вы знаете, вот можно было у нее учиться тому, как трудиться. Во всяком случае, я у нее брала этот пример, потому что она успевала работать потом уже и в театре, и в кинематографе, и каждый день заниматься балетом, и, понимаете, она все время жила жизнью, творческой жизнью настоящего профессионала. Этому нужно учиться. А вот с сегодняшним я, вы что-то резко не приемлете? Вы знаете, может быть, я не приемлю известную такую торопливость в решениях вопроса. Потому что мне кажется, что все постулаты, которые, так сказать, предложены, они необычайно верны. И они отражают наши идеалы, в общем, социалистические. А я считаю, что социализм, как понятие, это очень высокое понятие, и лучшего я не нахожу. Во всяком, ну, мне недоступно другое. Я не понимаю, что такое капитализм. Я понимаю, а я живу при социализме и понимаю, так сказать, все направление этой системы. Я и привержена со всеми ее недостатками, к сожалению, и уже даже пороками. У нас очень понизился нравственный уровень и уровень интеллигентности. Мы потеряли интеллигентных людей. В каком году? Ну, начинаю с 37-го года, конечно. А с 17-го нет? Ну, 17-го, это я сейчас только начинаю, читая все материалы, понимать, оказывается, куда шли все корни, понимаете? Мы же с вами до сих пор жили и этого всего не знали. И открываем каждый день страницы журналов и газет, открывая историю всего нашего государства. И за этим, за этой историей открываются те фамилии, которые для нас звучали всегда таким безусловным авторитетом. В чем партия? Я, да. Давно? Давно, с 41-го года. Я вступила во время войны. Не собираетесь выходить из партии? Нет. Нет. Вы знаете, нет. Я убежден, мы член партии. Я верю в то, что, то, что ею, так сказать, заложено партией и что может развиваться. Сейчас мы видим, что мы получаем развитие нашим идеалам. Я в это верю. Я никогда никого не предавала, и тем более свои убеждения. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас ощущения такой, ну, боли по ушедшим годам? Она, наверное, есть? Нет. Со всей категоричностью могу вам сказать нет. Потому что я нахожу, что можно интересно прожить жизнь в разном возрасте, в каждом возрасте. Если только есть у тебя для этого какой-то потенциал жизненный, внутренний, понимаете? Если есть интересы, есть какие-то задачи, какие ты хочешь преодолеть, если тебе хочется быть все время, не сидеть дома, понимаете, и думать, ах, какая я несчастная, я уже не снимаюсь так много, как я снималась, ах, я уже постарела. Так жить нельзя. Все закономерно. И мне помогает то, что я это ясно очень понимаю. Мне сейчас очень интересно жить. Мне очень интересно видеть, как развиваются события вокруг меня во всех проявлениях. И, скажем, вот наша перестройка, о которой мы много говорим. Это же очень интересно. Хочется только дожить до каких-то результатов, понимаете? И увидеть, как же это все может завершиться.